Администрацию Дональда Трампа Сенат США утвердит в тот же день, когда миллиардер займет Белый дом, сразу после инаугурации. Ну а тем временем команда Трампа объявила, что избранный президент определился с назначениями на еще несколько ключевых постов. Среди выбранных кандидатов есть и заслуженные политики, и люди из бизнеса. Матвей Попов изучал досье. Дональд Трамп не теряет времени до инаугурации еще более месяца, но избранный президент уже распределил многие ключевые посты в своей будущей администрации. Верный себе Трамп не останавливается на людях из политического истеблишмента. Главный критерий выбора – успешность кандидата. Так, пост главы Министерства финансов Трамп решил доверить Стивену Мнучину, человеку, который заработал миллиарды, спонсируя кинопроизводство. Он, например, делал инвестиции в такие картины, как «Аватар» и «Люди Икс». Мнучин не сомневается, что справится с новой должностью. Мы уже работаем над экономическим планом, хотим убедиться, что мы проведем огромную налоговую реформу, крупнейшую со времен Рейгана. Так что нас ждет много восхитительных событий в первые сто дней президентства Трампа. Пресса искала, за что можно было бы раскритиковать Мнучина. Но все, что нашла, это то, что мать финансиста в двухтысячных поучаствовала в финансовой пирамиде Мэдофа, но не только не разорилась, но и успела вывести из нее свыше трех миллионов долларов. Это и не преступление, и не новость. Однако одинство «Блумберг» все равно об этом написало. Поддавшись, видимо, соблазну поставить рядом фамилии Мэдофа и Мнучина. Минздрав у Дональда Трампа возглавит Том Прайс, старый критик реформы здравоохранения Обамы. Политологи комментируют это в том духе, что Трамп намерен исполнить все предвыборные обещания. Трамп хочет, чтобы работа делалась. Ему нет дела до критики, ему важен результат. Именно это мы и видим в номинации Прайса. Он просто идеальный человек для того, чтобы демонтировать Обамакея. Постминистр транспорта у Трампа займет Элен Чао, бессменный министр труда в администрации Буша-младшего. А кроме того, супруга Митча Маконнелла, лидера сенатского большинства в американском конгрессе. До сих пор нет ясности с тем, кто у Трампа возглавит Госдеп. Среди обсуждаемых кандидатур – экс-мэр Нью-Йорка Джулиани, бывший глава ЦРУ Петреус, бывший постпред в ООН Болтон. Многим комментаторам кажется, что все они не готовы к такой ответственной должности. Мне кажется, что и Джулиани, и Болтон не годятся на этот пост. По их высказываниям, незаметно, что они извлекли уроки из катастрофического опыта их предшественников. Чаще всего в качестве возможного госсекретаря пресса называет имя Митте Ромни. Ромни, экс-губернатор Массачусетса, в прошлом боровшегося за Белый дом. По крайней мере, именно с ним Трамп в последнее время встречается регулярно. И Ромни, в прошлом яростный критик миллиардера, теперь отзывается о нем только в позитивном духе. То, что я вынес из беседы с избранным президентом Трампом, то, что я услышал в его победной речи, а также то, кого он выбрал в свою команду, все это дает мне надежду на то, что избранный президент Трамп это как раз такой человек, который сможет привести нас к лучшему будущему. Возможной внешней политикой займется Ромни, если и так об этом станет известно достаточно скоро. В команде Трампа пообещали объявить о многих новых назначениях в ближайшие дни. Матвий Попов, Вести.